Всем привет! С вами снова я, ваша любимая обзорщица. Представляться, надеюсь, не нужно, но если что, Дарья Сергеевна, дипломированный специалист. На что жалуетесь, напишите в комментариях. Кстати, про активность. Вы знаете, что YouTube меня немножечко чморит, и теперь на обзорах мне нужно быть предельно аккуратной и фильтровать базар, так скажем. И, собственно, из-за того, что меня чморят, мне максимально нужна ваша поддержка, чтобы мое видео увидело как можно большее количество людей, чтобы был актив, чтобы была мотивация делать вам эти прекрасные обзоры. Можете делать любое действие, лайк, дизлайк, комментарий даже негативный принимается. Давайте без долгих лирических отступлений, потому что сегодня у нас, посмотрите на это, я не знаю, насколько в камере видно масштаб происходящего, но сегодня мы смотрим на одноразки, названия которых My Yami, и мы на них уже делали обзор только на другую модель, и снова они заглянули к нам в гости, и, если вы еще не поняли, сегодня у нас просто куча вкусов. На самом деле, линейка, она просто широчайшая, и сегодня я отобрала для вас самые интересные вкусы, на которые мы посмотрим. Давайте начнем с того, что же это у нас за модель. Это у нас My Yami, которая называется By Ross. Ну, вы сами это видите, вот такое вот прекрасное название. У нас тут 15 тысяч тяг, и очень много характеристик написано сбоку, давайте на них посмотрим. 650 мАч, она, естественно, перезаряжаемая, 22 мл жидкости, нормальное такое приличное количество, двойной mesh coil, а значит, что есть boost режим, да еще и на экране можно все контролировать. Все по классике, все по красоте, все в духе современных технологий, boost экран, все что угодно. Давайте мы будем сейчас эту всю темку открывать, и смотрите, я на самом деле еще сама не пробовала, сегодня у нас будет все, так скажем, в прямом эфире, и посмотрим, как она выглядит. Достаю пакет, и что я вижу? Она немножечко отличается, посмотрите-ка на картинке здесь. Давайте посмотрим, что в итоге. Вот такую вот одноразку мы видим. Первое, что хочу отметить, это корпус, конечно же, потому что, посмотрите, какое обалденное ребристое покрытие. Это настоящий антистресс, это трогать очень приятно, я обожаю такие текстуры, потому что я еще та СДВГшница, мне постоянно что-то нужно крутить в руке, и вот такая одноразка будет замечательным, так скажем, успокоительным, потому что ее трогать очень круто. Также, что я тут вижу? Естественно, внизу у нас есть как зарядник USB Type-C. Я пока что не вижу, куда встроен экран, но думаю, увижу после первой тяги. У нас здесь есть черный чай с персиком. Давайте посмотрим. Здравствуйте. У нас тут экран встроен в нижнюю панель, вообще не видно встроен. Вот, видите, вот такое вот зеленое кольцо, и уже обозначается, сколько у нас чего. Что касаемо вкуса, чай с персиком. Тут очень ярко выраженный персик, и, знаете, чай, он идет больше на послевкусие, то есть ты выдыхаешь именно аромат чая обычного, как будто просто заварной, мне почему-то жасмин тут чудится. Не знаю, черный, не черный, я черный чай не пила уже около 7 лет, но чувствуется прям жасмин. Следующая наша модель холодная малина, жасмин мятой. Тут как раз таки прописано, что присутствует жасмин. Знаете, что мне не нравится в профессии веб-блогера, это то, что я всегда вот эти вот упаковки открываю, я их просто вот так вот кидаю на пол, и потом, после того, как я сниму обзор, нужно это все убирать. Оу! Это тоже похоже очень сильно на чай, при этом есть такая яркая очень малина, мята, и еще как раз таки вот этот вот жасмин на послевкусие, но он мне напоминает чай. И вот это, это очень прикольно, потому что, во-первых, это необычно, это выбивается из обычного вейпинга. Во-вторых, есть чай и мята, я обожаю травянистые вкусы. Знаете, вот эта темка, когда ты работаешь веб-блогером, и ты пробуешь просто десятки позиций, и тебе приедаются какие-то обычные фрукты, ягоды, и вот как раз таки травянистые вкусы, это в последнее время, это то, что мне очень нравится, и тут как раз таки вот этот прикольный вкус. Давайте я это пока что выделю в лучшее, потому что тут меня удивили, но что же у нас будет дальше? Дальше у нас фейхоа кактус нектарин. Здравствуйте! Они решили меня сегодня пошокировать, поудивлять необычными миксами, но мне кажется, это очень классная позиция, потому что давайте будем честны. Вейпинги, базы, это какие-то обычные вкусы, обычные сочетания, и как раз таки делать что-то необычное, это очень классная стратегия. Мне кажется, не только мне приелось абсолютно все, если ты обычный вейп-пользователь, который там уже... Когда стало это все особенно развиваться? В году-то к 19-м, то есть ты уже 5 лет паришь одни и те же фрукты, ягоды, и тут есть вот это с необычными вкусами. Ну вот какой фейхоа кактус! Пахнет, это, кстати, очень классно, каким-то фрустстайлом, что-то такое. Это очень необычно. Я обожаю необычный вкус. Во-первых, фейхоа. Вы когда-нибудь ели настоящую фейхоа? Я нет, я вот помню только какие-то всякие газировки, еще что-то с фейхоа, и тут оно. При этом вкус кактуса классный, сладенький и нектарин с кислинкой. Это шедеврально. Я тоже хочу это выдвинуть в лучшее. У нас сегодня, походу, все будет лучшее, потому что это необычно, это выделяется, это сладенько, но при этом с необычным таким привкусом фейхоа. Я уже боюсь, на самом деле, доставать следующую одну разку, потому что что они на этот раз у нас выкинут? А, кола с вишней. Все. У нас сейчас будет что-то более-менее стандартное. Мы чуть-чуть отдохнем, расслабимся. От шока, от удивления. Я что заметила? Они у нас все разные. У нас вот эта вот пластиковая прозрачная часть везде разная, ничего себе. Это оно. Это подзабытый такой родной вкус. У нас нет колы с вишней, вы сами понимаете. И вот я какое-то время обожала колу с вишней, и меня просто вернули в мой 2017-й, где была кола с вишней. Погнали, что нам выкинуть на этот раз? Мохито, гранат, лимон, клубника. Что вы со мной делаете? Вам не кажется? Вкус у нас состоит из четырех компонентов. Ну это браво, понимаете? Это же еще надо все продумать. Это же надо пробовать. Это надо тестировать. Я сейчас заплачу. Это знаете, что-то на 2022-м, короче, в 2022-м году я напилась клубничного мохито и по пьяни купила путевку в Турцию. Очень классная история, мне она дико нравится. И вот тот клубничный мохито был как раз-таки такой на вкус. Это, во-первых, вкус мохито на спрайте сладенький, с такой классной клубникой, которая не дает излишнюю сладость. Чуть-чуть с кислинкой и с терпкостью граната. Это шикарно. Нет, все, мне это нравится. Я это тоже хочу занести в лучшее. Что они со мной сегодня делают? Можете сказать? Я даже не знаю, что будет дальше. Грейпфрут маракуйя? Давайте посмотрим. Я обожаю маракуйю, она моя любимая женщина. Есть кислинка на контрасте с цитрусовым вкусом, чуть таким терпковатым грейпфрута. Кайф. Я не могу, очень классно. Далее у нас персико-малиновый энергетик. Окей, посмотрим. Это тоже необычно, это вызывает во мне какой-то диссонанс. То есть я, с одной стороны, пробую обычный вкус персик-малина. Прекрасное, шикарное сочетание, но оно, так скажем, привычное. Но на послевкусии вот этот вот энергетический привкус, но они не переборщили с аромкой энергетика, он тут в меру. Он тут не отдает чем-то непонятным. Как раз-таки персик-малина и на выдохе вот как будто какого-то редбула попила. Как раз-таки для любителей чего-то энергетического. Слушайте, я тут бросила пить энергетики. Я пила энергетики 5 лет, с 2019 года. Я не знаю, что это был за роковой кармический судьбоносный год, когда я начала снимать обзоры на вейпы, начала пить энергетики. Но, собственно, тут я бросила их пить, было тяжело, постоянно хочется. Пришла на газировки, это тоже мало полезного, но хотя бы нет какого-то удара по сердцу, потому что я уже человек, знаете, в возрасте. Конечно, выгляжу на 17, ведьма, но на самом деле мне больше. Что хоть смотрю? О, клубника киви в жвачках. Все, наконец-то у нас вкус для нормисов. Мы, опять же, немножечко отойдем от шока, немножечко расслабимся, потому что это какая-то более классика. Ну вот сладко, что-то на грани приторности, но при этом есть прямо легенькая кислинка, которая соединяется с сладким вкусом баблгама. Сразу говорю, вкус для любителей чего-то ультра-сладкого. Но мне такая тема вкатывает. Все-таки кислинка решает. Экватор. Мы половинку рассмотрели. Клюква черная смородина. Ну вот тоже, знаете, для нормисов. Ягодное сочетание. Давайте посмотрим. Знаете, что еще интересно? Я вот эти наклеечки, которые внизу, тут защитные, я их леплю на ногу. У меня вся нога уже обклеена этими наклейками. Кисло-ягодное сочетание. Очень ярко выраженная кислинка. Для любителей ягод. У меня других комментариев не находится. Вы знаете, у меня с ягодами такие напряженные отношения. Давайте смотреть следующий вкус. Смузи зеленое яблоко киви. Интересно, что тут будет именно от смузи. Я тут чувствую йогуртовый привкус. Прям отчетливый. И это реально смузи. Как будто я стала какой-то осознанной. Что-то у меня с утра в голову ударило то, что я теперь на экологичном. Я пошла с утра. Себе там замесила йогурт, яблоко, киви. Все на свете. Сижу, попиваю, думаю, какая я экологичная. А вечером Макдональд заказываю. Полное ощущение, что это натуральный смузи. Они очень натурально передали вот этот вкус. Интересное сочетание. Причем кислинка есть и от киви, и от яблока. Ну, браво. Яблоко, мята, земляника. Я не видела еще сочетание яблока и мяты. Я думала, они порозень идут. Но давайте посмотрим. Тут очень ярко выраженная мята. Мне нравится, когда она такая ярко выраженная. Но при этом вкус кисленького яблока и немножечко земляники. И это получается очень свежо. Он нежный, он свежий. Но это вау. Давайте я это тоже занесу в лучшее. Это, я не знаю даже как описать, нежно, мятно, яблочно, землянично. То есть, как раз-таки, очень такой нежный, тонкий, бодрящий вкус. Я не знаю, им за эту разработку надо реально премию выписать. Меня сегодня поражают. Тут столько внутри экспериментов, но эти эксперименты удачные. Лимон, лайм, мята. Что-то мне какую-то темку флэшбэчит. Классное кислое сочетание. Таким и не хватает. Все, вшивы все про баню. Интересно. Свежо и кисленько. Три вкуса осталось, ничего себе. Фанта. Ну что, у нас тут санкционочка подъехала. Я не знаю, как они это делают, что вот с этими смузями. То еще с чем-то. Тут реально полное ощущение, что я пью фанту. Вот тут описание одно. Фанта. Я могла бы тут на чай, типа там, апельсин, содово, еще что-то. Нет, это просто один в один вкус фанты. Как они это делают? Что они со мной сегодня делают? Энергетик, черешня, лайм. Я уже не знаю, я удивляюсь каждый раз. Вот опять же, тут черешня и лайм. Это необычно. Это вкус черешни, вот как раз-таки немножко кислинки лайма. И на выдохе это все превращается в энергетическую историю. Вот мы у нас такие, на самом деле, энергетики продавали. А то делают там какие-то классические, там что-то ягодные, еще какая-то фигня. Вот, черешня, лайм, отличное сочетание. Грейпфрут, клубника. Это, кстати, финалочка. Представляете? Вкусная, чуть с кислинкой клубника, сочетается с сервкостью грейпфрута. Это необычно. Это прикольно. Прям имеет место быть. Если подводить какие-то итоги данному обзору, вы что наделали? У меня один вопрос. Это какое-то реально сумасшествие, потому что вы сами видели. Вот эти вот все миксы, это что-то с чем-то. Это отвал всего. Это было не просто смело, это было как смело. То, что мне понравилось больше всего, яблоко мята земляника, мохито, малина жесмин мята, кактус нектарин. Но, если мы рассматриваем линейку в целом, вау. У меня просто нет слов, насколько это необычно. Прям очень необычно. Тут просто поаплодировать и все. Это прям какой-то глоток свежего воздуха в, так скажем, однообразной вейпинговой будни, где есть у нас просто какие-то базовые фрукты, ягоды. Известные сочетания. Это что-то новенькое. Собственно, спасибо вам огромное за просмотр данного обзора. Все ссылочки на меня внизу в описании. Вот такое вот сердечко для вас. Пока-пока.